История дома Баратионов. Баратионы — вымерший великий дом Вестероса. Символ этого дома — черный коронованный олень, стоящий на задних ногах на золотом поле, а его девиз — «нам ярость». Корона на гербе появилась не сразу, она была добавлена, когда Роберт Баратион завоевал железный трон. Изначально фамильным замком Баратионов был штормовой предел, но после того, как Роберт стал королем, дому стал принадлежать также замок Таргарионов-Драконий камень, а сам король стал править из Королевской гавани. Когда Роберт умер, дом Баратионов разделился на три враждующие группы. Первая группа — это дом Баратионов из Королевской гавани, во главе которого стояли предполагаемые дети Роберта. Вторая группа — дом Баратионов из Драконьего камня, во главе которого стоял Станис, младший брат Роберта. Третья группа — во главе с Ренли, другого младшего брата Роберта. Он провозгласил себя главой дома Баратионов, и его поддерживали дома штормовых земель, а также простора. Родоначальником дома является Орис Баратеон, который был генералом у Игона Завоевателя. Ходили слухи, что Орис является бастардом и сводным братом Игона. Орис убил последнего короля штормового предела, Аргелака Надменного, и занял замок. Его дочь Аргелу, он взял жены. 281 год спустя Роберт Баратеон поднял восстание против короля Ириса II Таргариена, которого прозвали Безумным Королем. Сын короля, Рейгар Таргариен, похитил возлюбленную Роберта и сестру Эддарда Старка, Лианну. Также сам Безумный Король убил ее родителей. Баратеон и при поддержке Старков, Арренов и Тали разгромили армию Таргариенов в битве у реки Трезубец, в то время как Ланистеры хитростью овладели Королевской Гаванью. Было лишено, что королем станет Роберт. Чтобы укрепить союз, он женился на Сарсю и Ланистер. Роберт правил страной из Королевской Гавани, дав власть над штормовыми землями младшему брату Ренли, а не первому в линии наследования Эст-Анису. Последнему достался драконий камень, бывший прежде вотчиной Таргариенов. Замок имел символическое значение, будучи владением наследных принцев при прежней династии. Вероятно, решению короля способствовала и военная необходимость, ведь земли у Черноводного залива населяли приверженцы Таргариенов. Решение брата уязвило Станниса. В отличие от Ренли, он не был введен в Малый Совет и не пользовался большим влиянием в столице. Последние годы прошли для дома баратеонов тревожно. Роберт опасался возвращения наследников Таргариенов и чувствовал усиление сепаратизма великих домов Вестероса. Он опирался на пользовавшегося репутацией благородного человека Эдерда Старка, бывшего правителем Севера, и сделал его десницей. Однако король не предпринимал других действий по укреплению власти. Он предпочитал проводить время, предаваясь пьянству и развлечениям. То, как Роберт хотел разделить свои владения между наследниками, осталось непонятным. Возможно, у него не было плана. Его смерть привела к великой смуте в королевстве и схватке за железный трон. После 17 лет правления Роберт Баратеон умер от раны, нанесенной кабаном на охоте. Королю наследовал сын, Джоффри Баратеон. Эдард Старк пытался воспрепятствовать вошедствию Джоффри на престол, но пал жертвой интриг и был казнен. Право Джоффри на трон оспаривались другими родичами Роберта, поскольку дети короля в действительности были отпрысками кровосмесительной связи Серсея и Джейма Ланнистеров. К тому же они были юные, не имели реальной силы и правили не самостоятельно. Короны добивались братья Роберта, Станис Баратеон, бывший законным наследником по старшинству, и младший в линии престонаследия Ренли Баратеон, любимый в королевстве и пользовавшийся расположением Старого Короля. В конфликт оказались вовлечены правители других регионов Вестероса, стремившиеся к независимости для своих земель, что вылилось в вооруженное противостояние, известное как Война Пяти Королей. Ренли был убит Станисом Баратеоном при помощи магии Мелисандры, что привело к распаду Старых Альянсов. Железный трон в Королевской Гавани оставался защитавшимися детьми Роберта Бастардами. Их власть опиралась на могущество Ланнистеров и примкнувших к ним Тиролов. Лорды штормовых земель выступили на стороне Станиса. Последний пытался использовать выгоды стратегического положения, чтобы взять Королевскую Гавань, но был разбит под стенами города и лишился армии. Схватка за власть в штормовых землях окончилась неудачей для его сторонников. Станис продолжил править в неприступном драконьем камне и прилегающих областях, а также удерживал главную твердыню рода Штормовой предел, где укрепился верный ему гарнизон. Узнав о гибели Джоффри, Станис возобновил борьбу на деньги, взятые у железного банка Брауэса, и высадился на севере. Он пытался склонить на свою сторону одичалых и сторонников Джона Сноу, но не достиг серьезных успехов и спешно выдвинулся к Винтерфеллу. Армия Станиса быстро убывала из-за снежных бур и противодействия со стороны враждебных ему болтонов. По совету Мелисандра, Станис совершил жертвоприношение своей дочери Ширен, чтобы заслужить милость владыки света и расчистить путь для движения отрядов. Жена Станиса Селиса не вынесла гибели ребенка и съела счет из жизни. Эти события привели к бегству половины воинства и лишили армию лошадей. Остатки войск Станиса Братеона потерпели сокрушительные поражения от конницы Болтонов в ходе битвы за Винтерфеллу. Спасаясь от преследования, он получил ранение в ногу и пал от руки Бриенна Тарт, отомстивший за убийство Ренли. Морьба Братеонов из Драконьего Камня завершилась крахом. Наследие рода номинально перешло королю Томена Братеону, выявлявшемуся подлинным сыном Роберта. После взрыва Великой Септы Бейлора Томен покончил жизнь самоубийством и трон отошел к Серсея Ланистер, состоящий с Братеонами лишь митремени Али-20. Таким образом, дом Братеонов пришел в упадок и перестал существовать. Право на него теоретически может оспорить бастард Роберта Братеона Джендри.